Он заболел. Что это значит и почему полицейским необходимо в таких случаях кормление, об этом мы будем говорить в студии Эхо Москвы. Но прежде всего, прежде чем мы перейдем к дискуссии в студии, я хочу рассказать то, как на мой взгляд устроено это кормление, которое потом по цепочке переходит вбок, наверх и так далее. В субботу я стала свидетельствованием того, как работает система кормления в исполнении 1-го батальона полка ДПС ГИБДД, управления внутренней людей под центральным округом Москвы. Представьте себе, вечер субботы, уже совсем темно, около 8-ми идет дождь. Несколько машин неспеша поднимаются по улице Дурова. Не мучайте. Готовысь повернуть налево на улице Щепкина. И вдруг вертушки, сигнальные огни, на дороге выскакивают полицейские дорожные пустовые службы. Вы думаете, поймали, наверное, бандитов. Или предотвратили какую-то аварию. Им догнали угонщиков, потому что вы сидите в машине, наблюдаете все эти вертушки бегающихся полицейских и так далее. Ничего подобного. Вы понимаете, что на самом деле облава идет на вас, и именно вам устраивают ловушку эти замечательные представители правоохранительных органов. Мне вообще уже везет, должна признаться я слушателям эхо Москвы. Вот уже больше года стоит мне сесть за руль, так меня обязательно останавливают. Я понимаю, идет охота. Я понимаю, они выбрали себе дичь, и это дичь я. Одного не понимаю, сколько этот полицейский и милицейский беспредел может продолжаться, и почему московские власти не опасаются этих распустившихся старших лейтенантов и майоров. Это сейчас у вас, у власти есть деньги платить беспредельщикам. Но это скоро не будет. И на тренированный на нас они, эти люди, бросятся на людей власти. Вот что нужно сделать с полицейским террором на дорогах? Есть ли способы борьбы с беспредельщиками? Об этом тоже мы будем говорить в студии Эхо Москвы. Сегодня у меня в гостях довольно необычные для меня гости. Это Вадим Анатольевич Смирнов, старшина, который 12 лет отрубил в дорожную постовую службу в прошлом, член независимого профсоюза сотрудников милиции города Москвы. Вадим Анатольевич Смирнов. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Добрый вечер. Равиль Хамятович Ахмеджанов, юрист коллеги правовой защиты владельцев. Здравствуйте, Равиль Хамятович. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. И Андрей Филин, блогер, координатор общественного проекта гражданских активистов движения. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. И вот я, если позволите, начну с вас, уважаемый Вадим Анатольевич Смирнов. Вот объясните мне, пожалуйста, вот когда сотрудники ДПС устраивают такие ловуши, отнимают у людей субботний вечер, оформление всех этих, значит, замечательных протоколов длилось полтора часа. Скажите, пожалуйста, это делается зачем? Ну... Цель? Цель. Палочная система как была, так и осталась. Да. В зависимости, независимо от той реформы, которая была, вот, когда говорили, что все будет по-другому, да, там, вот, ну, все, в принципе, осталось на том же уровне. И что, вот, если они поймали пять машин и оформлены на них протоколы, они что, за каждое получают вот эту самую карточку номер один или как? Нет, есть, как бы, статистика, да, ежегодно в конце года подводятся итоги. Вот, если, допустим, в прошлом году выловили две тысячи встречки, написали, да, то, соответственно, в следующем году показатели не должны быть ниже, то есть они должны быть выше. Это нонсенс какой-то, я вот не знаю. То есть мысли, чтобы поймать якобы выехавших на встречку... Ну, якобы, но материалы должны быть составлены. То есть и по встречной полосе, и пьяной, и... А, действительно, а какой вот в этом смысл? Вот смотрите, вот я наблюдала, как перекрыли все движение, да? Какое-то вообще-то, значит, невероятно творилось. Значит, я понимаю так, что все-таки сотрудники ДПС, помимо того, что они следят за движением в городе Москве, у них есть задача предотвращения аварийных ситуаций. В данном случае была безусловно создана аварийная ситуация. Причем для всех, для тех, кто... для пешеходов, которые переходят на дорогу, там сложный перекресток и так далее. Но и... тогда какой смысл-то? Разве безаварийность движения не выгоднее для сотрудников ДПС? Ну, на словах, да, выгоднее, а на самом деле план. То есть инспектор ДПС, как и раньше, должен сейчас написать 10 протоколов. То есть если экипаж 2 человека, значит 20 протоколов смены он должен принести. 20 протоколов? 20 протоколов. Да, это серьезно. Серьезно. Вот сейчас было мероприятие по таксистам, вот, за день батальон должен сделать 250 материалов. Это что такое? Объясните, что значит мероприятие по таксистам, и что значит за день 250 материалов? Ну, выявлялись нарушения среди таксистов. Вот, 250 материалов должны быть написаны. Я вот с ребятами беседовал недавно на улице. То есть имеется в виду подсадка проезд? Нет, нет, не обязательно. Есть такси, которые ездят, допустим, вот вы видели, на крыше стоят люстры такие. То есть они неофициально оформлены, да, там нет на нее разрешения. Это реклама, она должна быть зарегистрирована. Речь идет о том, что ликвидируется регистрация. Я вам дам слово. Соответственно, вот все возможные нарушения, которые есть со стороны таксистов, должны быть выявлены. То есть там водительские удостоверения просроченные, там штрафы неоплаченные. Ну, так, и это все для того, чтобы получить необходимое количество протоколов? Да, чтобы потом отчитаться, то, что ГИБДД не бездействует, а работает. Спасибо большое. Это был Вадим Анатольевич Смирнов, бывший инспектор ГИБДД. Андрей Филин, блогер-координатор общественного проекта гражданских активистов движения. Да, я хотел немножко дополнить Вадима. Эта вся операция по таксистам была из-за недавнего ЧП, у вас здесь на Арбате, таксист на фирменной машине Сити-Мобил, раскрашенной. Ограбил салон связи и уехал. Попал во все камеры, его все сняли. Я постапарации слушал, его гоняли по всей Москве, поймали в итоге на Сучевском валу. На следующий день началась операция такси. Эта операция, вот как Вадим сказал, 250 человек, план на каждый батальон. Искали оружие. А сколько батальонов? Батальонов у нас, по-моему... Четыре в целом. В целом четыре. Это только батальоны, и плюс все спецтрассы, соответственно. Ну, в общем, довольно-таки большой людской ресурс был именно на таксистов как-то вот заточен. Искали оружие, искали отсутствие лицензии. Вот как Клопаки, Вадим сказал, просроченные документы, посадками не занимались. Вот именно вот едет такси, на каждом перекрестке, на каждом съезде стрелки стоял патруль и две-три машины такси. Ну, может быть, это хорошая история, Андрей. Это показатель работы. Так может быть, как раз вот это важно, что они таким образом выявляют порушителей и защищают москвичей? Отличная история. Но почему-то она очень быстро закончилась. А когда она закончилась? Когда стритрейсеры на Хадынском поле устроили хороводы вокруг полицейской машины. И тут же, на следующий день, началась операция стритрейсер. По всем радиостанциям, по всем радиофирам, по всем батальонам мы слышим выявлять, наказывать, карать. Низкая посадка, гигантский глушак, тонированные, какие-то тюнинговые детали задерживать вплоть до эвакуации. План был по 20 машин на батальон. Но что сделали стритрейсеры? Это не такси. Они взяли и в подполье ушли. Их не могут найти. Теперь каждый звонок в полицию, тут на стритрейсеры. Туда мчатся три патруля, а их нет. Там стритрейсеры, туда мчатся, никого нет. Вот на следующий день, после того, как какой-нибудь грузовик, ну, уже же был случай, помните, грузовик, когда на юге Москвы там была авария, они месяц шерстили грузовики. То есть они вот так вот гром грянул, и мужик перекрестивается, вот он ходит. Объясните мне, а кто вот эти планы спускает? А я думаю, что, ну, конечно же, судьба, то есть что-то случилось, такое знаковое с такси, значит, будем бить по таксистам, рейсеры, значит, по рейсерам, но спускает, естественно, главка. То есть господин Колокольцев, очевидно, для того, чтобы уже идти в высшую папочку. То есть Колокольцев администр внутренних дел. А, от него все, на него все завязано, из ГИБДД. ГИБДД, это же структура МВД. В Москве занимается Виктор Васильевич Колокольцев. Ой, Колокольцев, Коваленко. То есть ему приходит, ему приносится вот каждый день, он видит какое-то ЧП, вот поэтому ЧП, он принимает решение, работать или нет. Ну, мы с ним общались лично, например, писали механизм, но каждый день, и более того, когда какие-то чрезвычайные ситуации, ему каждые три часа на стол кладут докладную, что вот столько-то машин проверено, задержано и так далее. А все это спускается весь отком вниз, на тех самых инспекторов, которые вчера, в субботу, на улице Дурова сразу пять машин остановили. Ну, это все идет, на самом деле, сверху. Но это показуха, потому что пока у них таксистов будут кататься пригруженные грузовики. То есть, Андрей, мне хочется сказать, что эти инспекторы, там был, руководился им этим майор, и старший лейтенант, если мне память не изменяет, негодов. Значит, и там был еще лейтенант. Значит, было две машины задействованы, да? Вы мне хотите сказать, что вот эти ловушки, они устраивают, потому что им сверху спускают планы. Потому что у меня, я не первый раз за этими вещами наблюдаю, и у меня складывается впечатление другое. То, что для них это форма кормления. Потому что, вот на моих глазах, там была машина из 37-го региона, была явно, так сказать, один водитель с правами нероссийскими, и их все время зазвали, и говорили, ну, зовите машину. Договоримся, зовите. А, значит, вот у меня есть правила, я никогда не коррумпирую, не участвую в коррупции права нероссийскими, никогда, за всю свою жизнь я в жизни этого не сделала. Но, как я понимаю, что ставка там от 5 до 50 тысяч рублей. А что вы про это знаете? Да, хороший вопрос. Ставка по лишенческим статьям, ну, 5 тысяч, это, наверное, какие-нибудь, уже не Москва, а какие-нибудь регионы. В Москве начинается сумма от 15 тысяч, от 15 и выше. Если ты едешь на Ламборджини, то тебе залезет 150, и у тебя, наверное, будет эти 150 тысяч, если ты едешь на Ламборджини. А что, Ламборджини останавливают? Да. Серьезно, да? Да. Конечно, 150 тысяч, возможно, едет. Ну, маленький запах алкоголя от человека, ну, всякое бывает. Так вот, по поводу сумм, опять же, вы сказали, кормушка. Эта кормушка, она еще с дальнейшим отчислением идет. Инспектор. Я не могу, вот прям, как вы видите, про личности, но очень многие инспектора, выходя на работу, знают, что в конце недели, или в конце смены, или в конце месяца, надо занести пачечку денег в определенный кабинет. Я, опять же, не называю какие-то кабинеты. Ставки разные бывают. Вот 150 тысяч в месяц до миллиона. Миллион, это вот рублевка, да, есть такие суммы у нас. За что? За то, что человек стоит на очень хорошей, такой денежной трассе. Рублево-Успенское шоссе. Там еще и далеко не каждого остановишь. Но если уж остановишь, то куш может быть такой, хороший. И то, что деньги идут выше, это автоматически гарантирует инспекторам, что их будут прикрывать. Вот я могу назвать несколько случаев, когда мы видим реально, что инспектор занимается вымогательством, беспределом. Он фальсифицирует доказательства, выписывает протоколы постановления, ему прям, смотришь в глаза, говоришь, что ты делаешь. Ты же обманщик, ты вот сейчас здесь фальшивые документы делаешь. Он отворачивается и уходит. Звонок в дежурную часть этого инспектора нам говорит, мы с ним разберемся. И 90% таких разбирательств заканчивается тишиной. Ни письменных ответов, ничего. Привлекается 10% инспекторов по таким обращениям. Но это мы, мы общественники, мы их ловим, мы этим занимаемся. А сколько людей так вот установили, человек понимает, мне сейчас проще отдать полторы тысячи или пять, и дальше поехать, чем потом бегать искать правду. Вот это вот наша, к сожалению, слабость нашей нации, то, что мы не любим искать правду, а не надо искать. Пока у нас мало правды, будет очень много неправды. Сейчас я вам дам слово, но прежде всего я хотела бы дать возможность старшине, бывшему старшине Вадиму Анатольевичу Смирнову все-таки сказать, что не все инспекторы мазаны одним миром, и что среди них есть люди, которые этим не занимаются. Или система не позволяет? Да нет, почему? Позволяет. Позволяет, пожалуйста. То есть это все-таки не та ситуация, что никакого выхода нет, что поскольку существует система подношений по вертикали, по иерархии, то частный инспектор не может выжить в этой системе. Да нет, почему? Может. Спокойно, да. Может, на счету единицы. Ну то, что вы сейчас сказали про то, что там какие-то деньги, за то, что он стоит, это все сказки. Хорошо, подпись о контроле. Знаете, что такое? Да, знаю. Суммы знаете? Суммы... Чистозначные цифры. Это уже зависит от того. А что такое? Расскажите, вы как-то так, Андрей, расскажите. Это тема для нас табу, это тема весового контроля. Это те пункты, вот раньше были пикеты ДПС, сейчас их все переоборудуют под пункты ЦДД. И там устроили пункты весового контроля. Идет машина с перегрузом, хорошая машина проходит, неправильно не проходит. Что такое хорошая и что такое неправильное? Хорошая машина, это те автопарк, который как-то встретился, договорился о том, что их проверять не будут на перевес. Те, кто не договорился, у них будет перевес, даже если его там нет. Все. А как вы узнаете, договорился он или не договорился? Это, дядя, подождите. Ну, это фантастика все. Ну, подождите. Хорошо, это фантастика, да. Я могу познакомиться с людьми. Так вот, в день один пункт весового контроля, ну, так вот, в среднем, приносит 150 до 300 тысяч рублей. Приносит. Кому он приносит и как, это уже второй вопрос. Но просто, когда мы пытались заняться этим контролем, нам... В день? В день. Нам сказали, что это не лезть, а вас убьют, поэтому мы тогда не лезем. 150 тысяч, вот один пункт весового контроля. Понимаете? Если мы там будем рядом стоять с камерой и вот эту кубышку-то обламывать, то через 10 дней, полтора миллиона, кому-то убыток, и просто придут и... Это... Это как, связано с этой историей с длиннобойщиками, с этой системой Платон и так далее? Частично взаимосвязано, да. Потому что система контроля Платон, она будет контролировать перемещение транспорта, и она стоит не на всех дорогах. Система весового контроля должна стоять на федеральных трассах. Но те, у кого перегрузили, те, кто не договариваются с гаечниками, едут в объезд, где этих весов быть не должно. Гаечники это понимают, суды-заточники это понимают, где-то раз, и переставляют уже противозаконно, переставляют пункты весового контроля там, где их быть не должно. Ловят машины, и там уже водителю деваться некуда. Либо у него забирают машину гигантский штраф, она вернется там до полмиллиона штраф, либо он договаривается на месте. Не продолжайте. Одну секундочку. Равин Ахмеджанов, вы юрист коллегии правовой защиты автовладельцев. Вот скажите, пожалуйста, у автовладельцев есть какая-то возможность защититься от этой системы кормления, от этого беспредела, который происходит? Вот ваш опыт. Только если говорить, давайте честно, можно защититься или нельзя? Без денег и без связей. Вы знаете, в первую очередь я именно на этом-то и специализируюсь. То есть люди обращаются, и тогда приходится, в общем-то, выкорчевывать такую информацию, которая, в общем-то, довольно-таки нетривиальна. То есть вот сейчас говорилось про взятки. Но те люди, у которых нет денег, они вот как раз-то и обращаются за именно такую помощь, которая, в общем-то, не оставит их без штанов. Ну вот, и регулярно оказывается, что оказывается, как бы сказать, как в анекдоте, правила нарушились сами. Абсолютно недавно, например, это выяснилось вдруг, что на Хованской улице, в Москве, это выезд из ВДНХ, значит, оказывается, знаки расставлены таким образом, что водитель поставил машину, ушел, пришел, через некоторое время ему приходят штрафы за то, что он не оплатил парковку. Там просто, наоборот, знака нету, а он должен быть. Ну вот, пришлось поработать немножко, знаки появились. А ему вернули, а водителя-то вернули в штраф? Сейчас ситуация такая, что за три дня умудрились, в общем-то, поставить знаки. Это одно, а вот штрафы приходится обжаловать, потому что, например, АМПП абсолютно не желают признавать того, что эти знаки вообще-то отсутствуют. Я не знаю, что АМПП, пардон. Это страшная организация, которая начисляет штрафы по 2,5 тысячи рублей за то, что человек не оплатил парковку. Так, окей, ну вот это один вариант. Хорошо. Есть другие варианты. Как? Вот что вы можете сделать, когда в суде практика судебная такая, считая, что судьи принимают, судьи безговорочно верят показаниям инспекторов и при этом совершенно бесполезны не свидетелями. И говоря о том, что в протоколах вдруг появляются откуда не возьмись какие-то свидетели. В первую очередь нужно быть, как бы сказать, честным. Честным до конца. Честным и требовать правды. Я могу вот, например, вот назвать такую... Слушайте, вы меня за советскую власть не агитируете. Вы маленькие, а я при ней жила. Поэтому не агитируйте меня за советскую власть. Вы мне расскажите, как человек может защититься. Расскажите, как человек в реальности может защититься. Но мы же сейчас именно это и делаем. Но вы мне говорите про правду, я вам говорю, не агитируйте меня за советскую власть. Как? Вот смотрите, вот. Сейчас я вам сообщаю, что судья 154-го судебного участка, Староженко, в прошлом году вынес 185 постановлений за то, что люди с одной и той же автозаправки выезжали, поворачивали налево, нарушали ПДД, ехали по встречке, поэтому нужно то ли оштрафовать, то ли лишить прав. И ни одного раза этот судья Староженко не выяснил, по какой же причине люди там оказываются. В процессе производства по делу оказывается, что в ГИБДД одна схема организации движения, в центре организации движения другая схема организации движения, а судья вообще имеет абсолютно такое, очень отдаленное представление о том, что там, при выезде с АЗС, люди практически не могут, вообще не могут, выполнить требования правил дорожного движения. ГИБДД это прекрасно знают. Они просто проезжают мимо, вот, например, то, что, то дело, которое я видел, судья, как военную тайну, привозит свою флешку, которая была, это видеозапись служебного, извиняюсь, регистратора. Он ее не приложил к делу. Но после того, как наконец-то мне дали посмотреть, я увидел, что инспектор ГИБДД, приближаясь к тому месту, где сейчас что-то обязательно произойдет, он порядка двух раз, наверное, проехался по встречной полосе, не пропустил один раз пешехода, после этого притормозил посреди дороги в ожидании, когда же кто-нибудь выйдет, обязательно выйдет, на встречную полосу, и только лишь после этого он, кошмар, люди что-то совершили. То есть все это, это все нужно выводить на чистую воду. Это очень интересно. Это выводить на чистую воду. И что, ну вот вы говорите, 185, да, решений судья вынесли. И еще неизвестно, сколько штрафов назначил командир батальона. Секунду, но, а судья отнял права, да, лишил людей водительских прав. То есть кого-то лишил работы, кого-то лишил профессии и так далее. Кого-то оставил без небольшой копеечки денег, кого-то оставил, в общем-то, без прав. Это очевидно. Так, и что вы с этим можете, вот как вы сказали, судья Староженко? Это судья Староженко, 154-й судебный участок города Москвы. Можно зайти на сайт, посмотреть, все это правда. Там все эти постановления есть. И ни разу судья не выяснил, какого же, извините, пожалуйста, там так организовано движение, что все люди это делают. Вам удалось там в суде, у судья Староженко? Это в работе. Это находится в работе. Дело в том, что судья... То есть на самом деле, пока мы еще не знаем... Судья Староженко, он, видя, что перед ним находится человек, который был им допущен к участию в производстве по делу, в виде меня, запрещает мне принимать участие в рассмотрении дела. И в результате он, в общем-то, просто исключает мою возможность задать вопрос. То есть вам не удастся добиться... Сейчас речь идет о том, что мы перешли уже в районный суд, и я очень хочу, чтобы в этом месте, в общем-то, сделали такую организацию движения, которая, во-первых, соответствует ГОСТу, там бредовая, в общем-то, организация движения, не зря четыре схемы, разная. И, собственно говоря, чтобы это было ликвидировано. Это не единственное место в Москве. Абсолютно. У нас такой бардак, что, извините, пожалуйста... Давайте мы будем все-таки аккуратны со словами, все-таки мы находимся в прямом эфире. Извините, бардак, это почти ругательство, согласен. Вот. Это... Я с вами совершенно согласен. Я просто правильно. Мне кажется, что это сознательно. В Москве существуют места. Я-то просто, поскольку я в этом городе езжу за рулем, значит, 39 лет, вот, конечно, я просто... Для меня это поразительно, что создаются специальные места, где сотрудники ВТП смогут просто на людей заработать деньги. Это же, Андрей Филин, это же известно. Это же не для кого не новость. Самое главное, это не новость для судей, который, вот, например, Карельский бульвар, не рекордсмены, но 300 лишений за год. Это какой? Это Карельский бульвар, это северо-западный округ, где вагонно-ремонтная улица. Выезд с Карельского на вагонно-ремонтную, там всегда припаркованы машины так, чтобы машина выезжает на встречку. Все машины выезжают на встречку. 300 лишений за год. Судья одна и та же, дела не те же, места одно и то же, и хоть бы раз полицейские, проезжая мимо, эвакуировали машины, которые там припаркованы. Нет, им выгоднее стоять за поворотом и делать план. И по судебным решениям, и по своим штрафам, палочкам, и так далее. Вот наше время кончается. Я вам после перерыва расскажу, как командир батальона передают в рацию. Кто не приехал, сегодня не березет мне столько протоколов, пусть не возвращается. Спасибо. Мы сейчас уходим на новости и рекламу, и потом вернемся в студиях Москвы. Полный альбак. Разно, потому что такие места бережно хранят. Ребята, простите, мы... Это все равно идет сейчас в интернет, поэтому ничего лишнего не говорите. Все равно идет интернет. И материться нельзя. Это я имею обыкновение, да, Светка? Ну, сетевизор вы имеете, да? Ну, сейчас пока все это идет в интернет, я могу сказать, что пока это идет в интернет, люди могут занимать свои места, в общем-то, где-нибудь в суде. То есть в суд сейчас можно ходить как в театр, с программкой. Сейчас совершенно неожиданно судья узнает вот это, сейчас совершенно неожиданно свидетель, инспектор ДПС, скажет вот это. Это уже, извините, можно такой туризм организовывать. Печальный туризм, я бы сказал. Мы с этим сейчас боремся, мы сейчас с этим и боремся. Дело в том, что это секреты Фокса, это как карточные шулеры работают, нужно знать, это нужно знать, как работают наперстничники, для того, чтобы не попадаться на это. Евгений, знаете, в чем проблема? Вот недавно был на заседании общественной палаты, Бабушкин, конечно, был председателем, и там поднималась тема обязательного присутствия видеозаписи в суде, в судебных заседаний. И вставали люди, там было больше 70 участников, и все говорят, у нас вот в суде приходишь с камеры, говорят, не разрешайся. Да. Аудиозапись? Да, у нас есть аппаратура. Она, правда, не работает, но она же есть. А вот защитник говорит, я положу диктофон. Запретить не могут, запрещают даже диктофоны. Хорошо, разрешили. Но потом, стенограмму, если ты сам распечатываешься, свои записи, ее в дело не принимают. Да. И через заседание, через два, защитник говорит, вот мы же были здесь, вот ваш честник, вы сказали то-то, а вот он сказал то-то. Судя говорит, этого не было. Понимаете, вот просто в глаза, роса идет, и все. И вот Бабушкин, в общем, этот вопрос поднимал, и было вынесено общее решение, что необходимо делать законопроект о обязательной видеозаписи всех судебных процессов. В идеале, вообще прям прямой эфир, прям, чтобы шел. Был бы цирк, если бы вот. Это не цирк, это единственная возможность, потому что автомобилисты не дали тоже снимать. Я вот попозже в один минуту. Корреспонденты пришли, говорят, можно, только вот перед заседанием, перед заседанием, пожалуйста. Вот у нас сейчас одна из борьбы, это вот программа Перископ, знаете, да? Включаешь прям прямой эфир, начинаешь показывать. До там двух, трех, пяти тысяч доходят, какие-то там такие знаковые события. Вот суд был, Виталий Косенко в суде был, шесть тысяч человек смотрело. Такой аудитории нет, наверное, там у некоторых кабельных каналов. Давайте вы еще в эфире расскажите, пожалуйста. Да, скажи обязательно. И это работает, потому что, когда руководитель видит, что его сотрудник в прямом эфире видит, как он беспредельничает или уходит от вопроса, или скрывается, или что-то еще делает, вот это работает. Вот я прям буду сейчас, это ни капли рекламы не будет, но это инструмент, который сейчас людям помогает. А насколько... Вместе с ним заявление об отставке представила городской советник Изабель Ниета. Официальный курс доллара на завтра 68,27, евро 77,13. В Москве завтра переменная ровночность кончет за саду. Хотелось бы чего-то чуть-чуть времени посвятить любимым, так сказать, приемщикам, которые периодически используют сотруднички. Давайте сейчас. Хотя бы на уровне непонятные моменты. А? Да, да, сейчас чудесно. Ага, сейчас хотя бы дышать можно. Никому не холодно, ничего. Не, не хорошо, не сейчас. Я совершенно... У меня глава не соображает, когда дышать нечем. Угу. Методов борьбы с полицией все меньше и меньше остается. Если раньше можно было как-то вызывать в суд инспектора, то сейчас я сталкиваюсь с ситуацией, когда поймали нарушителя, грубо говоря. Одни пишут бумаги другие, а в суд приходит третий, и судья верит третьему. И все по-честному. И все, и вот оспаривание уже потом в городских судах происходит. Вот. Это... Или еще один новый способ. Неизвестный свидетель. Вот у меня друга решили право на пять месяцев. Он выезжал якобы по встречке. Вот так и было. Оставил один, написал второй, в суд пришел третий. И третий сказал, что... А еще у нас был свидетель четвертый. А что Коваленко забил? А то он откуда? В курсе нет. Это говорит, секрет информации. То, что он хочет привлекать таксистов и байкеров. Это инициатива байкеров и таксистов. Это не Коваленко. Это равносильно тому, что, извините, уголовный розыск будет привлекать уголовников к совместным мероприятиям. Нет, таксисты не уголовники не надо. Да кто тебе сказал? Общественность надо привлекать. Я только за то, что... Кто тебе сказал, что таксисты это не уголовники? Я работаю таксистом. И я работаю таксистом. А раньше знаешь, какая была пословица? Нет. Нет? Можно сказать, нет? Да, можно сказать. Мы же в интернете. Прямой эфир идет в интернете. Аккуратно. Да, только, ну, нельзя бы интереситься. Нет, ну, там не мат, конечно, но... Давайте не мат. Вот. То есть байкеры – это самые первые нарушители. Начнем с этого. Еще раз добрый вечер. Здесь в студии «Эхо Москвы». Мы говорим о полицейском терроре, о полицейском беспределе на улицах Москвы. Я должна была сразу сказать, я забыла. Так вот, мы, конечно же, приглашали представителей ГИБДД Москвы. Значит, нам, мы отправили бумагу, пресс-служба ГИБДД Москвы сказала, что они так быстро не могут отреагировать. Я их обожаю. Пресс-служба, еще раз, представляете себе, они так быстро, значит, они позвонили, как мне сказали наши продюсеры, в 16 часов, и сказали, что они не могут так быстро отреагировать. Ну, не могут, не могут. Послушать. Надо было все согласовать. До самого верха надо дойти, чтобы получить разрешение, к вам прийти. Да. Владимир Анатольевич Смирнов, ну вот, хорошо, вот вы сами, значит, бывший инспектор ГИБДД. Ну вот, объясните, как быть, когда вы оказываетесь в таких ловушках? В каких? Ну вот, вам рассказывает только что, Равей Хамятович, о том, как выезд с автозаправочной станции неизбежно вводит нас на встречку. Я в субботу поворачивала с улицы Дурова налево на улицу Щепкина, и неизбежно совершенно оказывалась на трамвайных путях, но не было там вариантов. И при этом встал ДПСник, в тот момент, когда я поворачивала, я встала на путях. Я ничего сделать не могу, вообще не могу, пять машин у нас было. А почему вы там оказались на путях? А как, вы иначе не можете, ведь нельзя повернуть, вы поворачиваете налево через пути. Никакого варианта не найдете. Есть пути попутного направления, есть пути встречного направления. Но вы все равно на них оказываетесь. Поверьте мне, но вы на них оказываетесь, у вас нет варианта. Вначале, да, вы пересекаете, потом... Правильно, но вам не дают пересечь. Перед вами оказывается ДПСник, неважно. Вот как быть водителем в ситуации, когда он оказывается в ловушке? Ну, не нарушать, наверное, право дорожного движения. Он же нарушил, что делать при общении с инспектором, когда ему говорят, ты ехал по встречке. Вот что ему делать? Ну, если он действительно ехал по встречке, то... Если он действительно ехал по встречке, то что ему делать? Его оговаривают. Здесь в протоколе, там такое место, не согласен. Ни любой. Вот. И потом в суде... Ну, а что делать вообще? Нет, какие-то механизмы есть, например, как инспектор? Если было совершено нарушение правил дорожного движения, инспектор должен составить протокол. Минуточку, обсуждаем. Нарушения не было, но инспектор приходит, говорит, вы нарушили. Механизм защиты, который действительно будет работать. Я не думаю, что инспектор будет просто так остановить, если вы не нарушали. Понятно. Владимир Анатольевич Мирнов, спасибо вам большое. Эту сказку, которая сейчас вызовет большое удовольствие многих, многомиллионной аудитории Эхо Москвы. Вот пишет Юрий из Москвы. Вы шутите, знакомый моей дочери, простой ППС, значит, патрульная постовая служба, обязана давать наверх две тысячи долларов. Я спросил его, а тебе что остается? Ответ. Ну так столько же. Ну вот, за что, то, что написал, то вам читаю. Владимир Анатольевич Смирнов сейчас скажет, что написать нужно все, что угодно. Конечно, Владимир Анатольевич. Конечно, написать нужно все, что угодно. Да, Равел Михайлович. Вот смотрите. Да. Например, как люди пользуются своими правами, которые можно использовать как раз-то в тот момент, когда вот то ли повернул, то ли проехал, то ли еще что-то вроде этого. Дело в том, что тут нужно проявлять быстроту и сообразительность. Нужно знать правила дорожного движения и нужно знать свои права. Инспектор, прежде чем совершить какие-то значимые действия, он должен все эти права разъяснить и дать ими воспользоваться. Если человек их не знает заранее, как ими пользоваться, то, скорее всего, а вот человек имеет право заявить ходатайство. Он, например, может вдруг оказаться тем человеком, который хочет ознакомиться с каким-то материалом, который указывает на то, что кто-то как-то куда-то повернул, выехал и так далее. После этого уже можно заявлять другие ходатайства. Например, вот прошу вот это вот расценивать так, вот так, там. Объяснения. Объяснения. Они бывают разные. Вот на месте, где якобы совершено правонарушение. Как водитель, что водителям нужно делать? У вас перед вами два сотрудника ДПС, которые вам говорят, вы выехали на встречку. Вы говорите, нет, я не выезжал на встречку. Он говорит, ну вы выехали на встречку. Они рисуют вам схему, которая не имеет никакого отношения к реальности. Значит, и говорят, ну нет, вы не можете на схеме ничего писать, да? Если не согласны, вы за счет напишите. Нет, то схемы вы не можете ничего трогать. Как вы говорите, например, там, может быть, тут были еще машины, там еще что-то. Как же вы так рисуете-то все? Смотрите, вот какая штука. Мы ходим вдоль да около тех вещей, про которые, в общем-то, можно или нельзя разговаривать. Про некоторые вещи мы просто, наоборот, стараемся не понимать. Вот, когда мне вообще не о чем сказать в защиту кого-то, я говорю уже о Конституции. Вот у нас в Конституции сказано, что права и свобода человека определяют смысл содержания и применения законов на территории Российской Федерации. Понятно. Вот, что такое правонарушение, лично я воспринимаю, как нарушение прав человека. Согласись. А если я ничьи права... И все-таки, давайте конкретно, давайте конкретно. Вот как водителю быть в ситуации, когда он попадает вот в такую облаву? Быть, когда он пользуется своими правами. Какими? Берешь лист бумаги, пишешь ходатайство этому инспектору. Я хочу ознакомиться с такими-то, такими-то материалами. Инспектор обязан. Какими материалами? Что, инспекторы должны быть видеоматериалы, подтверждающие Ваш правонарушение? Нет, не всегда. Нет, нет, нет. А тогда что? В законе предусмотрено, что дело может быть возбуждено при наличии поводов и данных, указующих наличие событий административного правонарушения. Они должны иметь материальный вид. Я хочу их увидеть. Равиль, вы сейчас говорите вот таким юридическим языком, который недоступен 95% наших автовладельцев. Я понимаю, что если у вас... Андрей, объясните, переведите на русский, что Равиль предлагает сделать? Заняться крючкотворством. Занять мозг инспектора ГИБДД такими материями, которые он не очень понимает. Когда тарелство подать, попросить рассмотрение, предоставить видеоподтверждение, записать у всех свидетелей. Права на все это у нас есть, но, как правило, мы этим не пользуемся, и гаишники тоже этим не пользуются. То есть, у него все просто. Увидел, поймал, показалось, не показалось, выбирать протокол, постановление, у тебя есть право обжаловать, написать согласен, написать не согласен. Все то, что у него есть из технической базы, он потом укажет. Допустим, видеорегистратор в полицейской машине или видеокамера у них стоит. Чаще всего, все-таки, это глаза. Да, потому что у нас суд, перескакивает сразу с темы. У них никакого видеорегистратора заранее не было, потому что они были вообще на другой стороне бороться. Вот, а потом инспектор пишет рапорт, что я такой-то вставил там-то и вижу, как красивая машина, поворачивает, едет по встречке, была остановлена, руководители были применены, там все права ему разъяснены. И вот он теперь, материалы отправляются в суд. Понимаете? Дело в том, что в суде потом, даже если инспектор не писал какую-то полную чушь, судья выносит определение, что нет у него никаких доводов не верить гаючнику, что гаючник был на службе и у него не было права говорить честного человека. Значит, он был прав, значит, честный человек был не очень честный. Все, мы говорим, что априори верим любому его слову. И что самое плохое, даже если был видеорегистратор в машине у нарушителя, псевдонарушителя, то видеоматериал судья не всегда еще и рассматривает. Надо потом продавливать. Чаще всего даже не в первой, а в второй инстанции, потому что видео на смотрение суда просматривается, а там и видно, что практически... Если есть видеозапись, усматривается... А вот если нет, что делать? Так, если нет, то надо, извините. Я уже сказал, ходатайство, объяснение, в общем-то... А простому автомобилисту что делать? Звонить на горячую линию. Значит, давайте, вот тут выходят вопросы от слушателей. Артур из Москвы спрашивает. Пожалуйста, прокомментируйте, используя видеорегистраторов, насколько это действенно. Сразу заявлять ходатайство об использовании этой видеозаписи. Сразу заявлять о том, что есть вот эта видеозапись. Заявлять на какой стадии? В процессе... Составления протокола. У вас есть там графа, пояснение, объяснение. Вы там пишите, согласны, не согласны, и плюс еще есть графа. Вы там вписываете, что с протоколом не согласен, с вменяемыми нарушениями не согласен. Есть подтверждение того, как я двигался в видеорегистратор. Марка такая-то, стоит там-то. Прошу, ну это уже дальше, когда уже, если дело идет до суда. Дальше вас вызывают, если вы не согласны, в административную группу. Вы приходите, командир батальона или там отдел вот таких, административка, и смотрите видео. И чаще всего уже на этой стадии, если там вменяемые адекватные инспектора, они говорят, ну да, наш инспектор ошибся. И самое главное, инспектор не будет наказан. То есть вот какая-то ловушка, как вот на улице Бурова, он 50 человек остановит, один из них придет с видеорегистратором, покажет, что вот я не нарушал, он скажет, ну да, да, инспектор немножко ошибся. Он даже не будет наказан. Хотя все знают прекрасно, сколько он там в день берет, в неделю, и куда там что отправляет. Все это знают. Единственный вариант, наверное, защиты здесь, ну, надо переходить в атаку. Смотрите, в любой ситуации, когда вы не согласны с инспектором, вы имеете право... Ну, в атаку переходите. Ну, в атаку переходите. Но в 21-м ряке нету. Но в 21-м ряке нету. Но в 21-м ряке нету. Подождите, подождите, вы тогда расскажете. Вот у вас есть право, если вы не согласны с инспектором, а инспектор в наглость сидит вам и пишет фальшивый протокол, ну, не фальшивый, по фальшивым событиям, вы имеете право вызвать на место ответственного. Это либо командир батальона, подразделение, там, роты, полка и так далее. Стоп. Ночью это вообще нереально. Они не приезжают. Приезжают. Ко мне приезжают почему-то, я почему-то добиваюсь этого. Это надо несколько раз позвонить. Если у вас конфликтная ситуация, если вы не согласны с инспектором, вот он говорит, что реально врет, реально вот вас оговаривает, ответственный приехать должен. Это прописано в законе. Не всегда, но добиться этого можно. Андрей из Абуртии спрашивает, можно ли протокол подписывать или надо отказаться подписывать протокол? Ситуация разная. Сейчас у инспекторов развязаны руки. Им дали право, если водитель не подписывает протокол, инспектор пишет, он отказался, отказался, отказался. И если раньше где-то нужно было привлекать двух понятых, чтобы они завизировали отказ его от подписи, то сейчас это все у него в руках. Простой пример, сейчас обновлю, буквально секундочку. Такая история интересная, прямо сейчас происходит в центре Москвы, на Белорусской, у компании «Русские дороги» отжимают бизнес автобусов-перевозчиков. Причем отжимают власти, Мосгортранс. Такие фамилии, как жилые обеспечивают. Давайте мы говорим все-таки якобы, чтобы нам нас не подвесли. Якобы отжимают бизнес, мешают работать, как минимум. Им выставили такой договор, либо принимается ваше предложение, кабальное абсолютно, либо вообще уходить. Мы здесь работать не дадим. А у ребят там автовокзал есть, парковка, автобус и все. Все документы в порядке. ФСО ФСБ проверял, что-то проверил, все хорошо. Они сначала начали выставлять там поляных солдатиков. Антон Цветков, офицер России. Вот офицер России, 10 человек встают перед автобусом, не дают проехать. Приходит полиция, через час-два их разгоняет, автобус проезжает с задержкой, каждый автобус уходит. Начали нанимать, ну прям, вот реально таких вот, прям, колхозных гопников. Такие лысые товарищи в кепках приходят, тоже стоят перед автобусом. Это было после того, как Цветкову задали вопрос в общественной палате. Андрей, я уже пришел. Так вот, когда разогнали гопников, теперь там стоят гаишники. Они останавливают водителя автобуса. Говорят ему, ты нарушил, ты сейчас здесь стоял, и ты мешал проезду. Вы пишете протокол, когда выйдет, говорит, дайте, я распишусь, что я согласен, не согласен, и, соответственно, уходит и говорит, вы не расписались. Я не буду лоббировать никакие бизнесы в эфире «Эхо Москвы». Значит, я прошу слушателей не принимать во внимание то, что сейчас говорил Филин, потому что это явно было лоббирование бизнеса. Мы этого не делаем, это называется у нас скрытая реклама, Андрей. Я вас прошу больше никогда этого не делать. Никогда. Это стыдно, использовать эфир «Эхо Москвы» для этого. Вас не будут сюда приглашать. Такие вещи, еще раз, и такие вещи делать нельзя, это была скрытая реклама. Теперь, смотрите, вот пишет, Равел Хамятович, пишет Елена, что сейчас в Москве очень распространены подставы по оставлению места аварии. Работники ГИБДД в паре с неким свидетелем описывают ситуацию, а потом говорят, что тысяч рублей передают дело в суд. Агитция в суде практически невозможна, Елена. А что скажете? Насколько это реально? Вы знаете, это реально, очень сильно реально. Очень похоже на правду то, что сказала Елена. На автомобиле может быть повреждение, там, я не знаю, там какая-нибудь маленькая царапина, там 2 мм величиной. Так, это будет названо по формальному поводу, значит, нанесение ущерба, сокрытие с места ДТП, поскольку это ущерб при движении транспортного средства, и это ведет к лишению водительского удостоверения. В результате получается, что человек, который вроде как скрылся с места ДТП, он оказывается в такой очень нехорошей ситуации. И вы знаете, честно говоря, я бы в такой ситуации, разумеется, вот сегодня, извините, у меня сегодня была похожая ситуация, я просто, наоборот, нашел телефон владельца автомобиля, вместе с ним быстренько оформили, в общем-то, значит, небольшую справку о ДТП по Европротоколу. Значит, а вот когда речь идет о том, что человеку сообщают, что он скрылся, то получается, лучше, извиняюсь, идти в несознанку. Окей. Константин Липецк. Друг обжаловал решение всех судов и дошел до Верховного суда. Отписка одна. Нет оснований, не доверяйте инспектору ДПС. Здесь уже нужно менять закон. Какой? Дело в том, что нужно добиваться менять закон. Это действительно... Что за закон? Какой закон надо менять? Тот закон, который мешает жить, нужно менять. Сейчас вот говорится, грубо говоря, вот, сейчас вот предыдущий вопрос был, закон о трех колосках. Человеку нанесен ущерб на копейку, ради этой копейки он готов оставить другого человека без водительского удостоверения на год на полтора. Я могу сказать о мнении по поводу закона. Вот это, к сожалению, много мы берем из опыта других стран, а вот полиграф у нас не используется. А вот если вот дошло бы до такого момента, когда... Вот есть вот упертый автовладелец, который считает, что он меня нарушал, есть упертый инспектор, который клянется, что я видел, как человек ехал по встречке. Нет видео ни у одного, ни у другого. А мы телепатически не можем никак это увидеть. А вот пусть полиграф покажет. Вот сначала одного человека проверить, ехал по встречке, он не ехал. Я вот тут что-то говорил, зачем? А вот ты вот видел, да, я видел. Но полиграф показывает, что он не видел, либо он ехал не по встречке. Вот если до этого, мы до этой судебной, точнее, до судебной процедуры дошли, она стоит-то не так дорого, ну, 15-20 тысяч. Но человек, которому лишь отправят на год, на два, он эти 15-20 тысяч эту экспертизу отдаст, чтобы заказать свою правоту, либо неправоту инспектора. А вот уже дальше, второй этап, если инспектор один, два, три раза после такой проверки полиграфии выясняется, что он врун, не место ему в органах, не место. А еще желательно даже, ну, не знаю, как-то, может быть, профилактически проверять раз в полгода инспектора. — Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот какая, тут есть вопрос, просто он очень трудно сформулирован, я его перефразиваю. Какая разметка должна быть на дороге, или какие знаки должны быть в обязательном порядке, чтобы водитель случайно не нарушил правила дорожного движения? — Знаки установлены согласно ГОСТу. И водитель должен быть, который видит. — То есть, ну, еще раз я спрашиваю, разметка на дороге должна быть? — Да, должна быть. — Должна быть. То есть, на дороге должно быть там нарисовано, ехать прямо, отсюда налево? — Нет, ну, на дороге не обязательно, есть же знаки, которые регламентируют правила проезда перекрестка, движения по полосе и так далее, и так далее, и так далее. — То есть, там в обязательном порядке должны быть правила, должны быть знаки, должны обязательно быть в обязательном порядке? Наверное, да. Я не организатор движения, есть специальные... Мы уже стояли столько лет постоянный спектр, значит, вы же, наверное, знаете, что должно быть на дороге. Вот какого рода информация должна быть у водителя, чтобы он... Ни один человек не может наизусть... Размерка, дорожный знак, регулируемый-нерегулируемый перекресток, светофонный объект или нет такового, значит, соответственно, должен быть знак, или там уступи дорогу, или приоритетно там главная дорога, да, или знак стоп. То есть, знаки должны быть. Да. А если их нет? А это уже организация движения. Есть такая служба в ГИБДД. А если не супер-рекресток, знаков, где нет разметки, значит, правой руки. Правой руки, да, соответственно. Я хочу сказать, интересный вопрос сейчас. Дело в том, что огромное количество сейчас жалоб в интернете начинается со слов того, что начал обгон через правительство, закончил через сплошную. Так вот, это пример о том, как на всех уровнях презирается деятельность правительства Российской Федерации. Для того, что по правилам дорожного движения и по ГОСТу перед линией разметки, сплошной линией разметки 1.1, должна быть нанесена разметка в виде косых кривых. То есть, это на трассе где-нибудь или еще чем-нибудь. В Российской Федерации огромное количество, при огромнейших 99% мест, где перед разметкой 1.1, которая разделяет именно встречные полосы движения, такая разметка, кривые вот эти вот стрелочки, не используется. Правительство сказало, в таких случаях должно быть. На самом деле нету. В итоге получается, что Бог его знает, что это такое, но, к сожалению, ни ГОСТ, ни правила дорожного движения, в общем-то, теми лицами, которые по закону безопасности дорожного движения должны следить за наличием этой разметки, они как раз-то присматривают за тем, чтобы ее не было. Ну, здесь эта разметка совершенно не обязательно. Это глазами родителя. ГОСТ. Нет, извините, если ты не уверен в себе... А давайте поставим вопрос с другой стороны. Давайте. Есть разметка, прерывистая линия разметки 1.6. Она наносится... Это линия приближения. Она говорит о том, что скоро будет сплошная линия, и эту линию сплошную нельзя пересекать. Просто не всегда. Вот эту прерывистую линию разметки на скорости 90 км в час перед сплошной линией разметки можно пересечь как слева направо, так справа налево. Можно. И двигаться дальше по встречной полосе. Да, но некоторые обиды не успевают. Стоп, стоп. И что дальше? Можно перестроиться перед сплошной линией разметки справа налево. Слушайте, вот объясните мне, пожалуйста, вот я читаю просто вот в этот спорите, да, а я вот читаю то, что идет к нам по СМС. И люди описывают свои случаи. И ситуация следующая, что закон теперь сформулирован так, что у человека никакой возможности отбиться нет. Вот все подряд. Вот смотрите. Ничего против фальсификации не сделай. Три года назад лишили прав за объезд слева сломанного трамвая. Объехать справа было невозможно. Что трамвай ремонтировали, было видно на фотоматериале, представленном инспектором. На третьем, по счете, на заседании суд решил, что на фотографиях, по которым не вменялось нарушение, плохо виден номер на его автомобиле. А они не могут быть использованы для доказательства поломки трамвая. Вадим, Москва. И тут было из разных городов. Тут пишут, я вот это все читаю. Я вот думаю, а какой смысл в такой репрессивной практике? Ну вот сейчас в стране кризис, да? Значит, люди лишают прав, они лишаются возможности работать, либо зарабатывать себе какую-то дополнительную копейку и так далее. У нас выборный год. Вот у меня вопрос Сергея Семеновича Собянина. Сергей Семенович, скажите, пожалуйста, вот устраивая этот кошмар вечерами в субботу или другими, это, как правило, происходит все вечерами и ночью. Скажите, пожалуйста, неужели вы действительно думаете, что это улучшает отношение москвичей к вам как к мэру и к власти вообще? Неужели вы не чувствуете? Вот я просто читаю по этих смс, и просто прорывается через экран. Это безумное раздражение, это безумное оскорбление, что ты никаким образом справиться с вороватыми полицейскими или ДПС-никами, ты ничего сделать не можешь. Какой смысл устраивать в городе вот такой террор? Не понимаю. Да, Андрей. Я не успею рассказать. Наша общественная организация, маленькая, но боевая, мы хотим сейчас продвинуть следующую инициативу. Большинство судебных случаев, когда человек лишает прав, когда дело доходит уже материал до суда, упирается в то, что нет правильной схемы. Да зачем лишать людей? Сделайте систему штрафов, тогда хотим это в бюджет зарабатывать. Зачем людей лишать возможности зарабатывать деньги, зарабатывать себе дополнительные деньги или просто ведет? Зачем? Я думаю, что все-таки им, наверное, деньги. Потому что когда человеку на выбор 5000 штраф, или ты сейчас здесь дашь гаишнику 15, или ты потом пойдешь в суд и будешь ходить пешком, человек все-таки на второй стадии останавливается. А уже самые несговорчивые идут в суд. Так вот, как быть в суде? Как сделать так, чтобы эти материалы до суда не доходили? Надо сделать одну большую интерактивную карту. Это доступно. Это, в принципе, займетно, может быть, полугодный, пусть даже год. Вот смотрите, когда вы приходите в суд, в ЦДД, нет, не так, когда вы приходите в суд, и вы не согласны с тем, со схемой, которую нарисовал инспектор, вы должны запросить официальный запрос сделать в ЦДД. ЦДД делает... Что такое? ЦДД – центр обеспечения дорожного движения, организация. Так вот, если вы, как гражданин, им отправите запрос, дайте мне вот карту перекрестка, где какой знак разметка, о нем откажут. А вот если полицейские запросят, да, суд, да. А вот мы, граждане, мы самые незащищенные. Так вот, минуточку, дайте говорить. Если сделать гигантский сайт, где будут все перекрестки, все разметки, все дороги, где стоит какой дорожный знак, где сплошная, где разрыв, где можно повернуть, вот чтобы прям вот... Слушайте, не должны люди наизусть это все помнить. Конечно, не должны. Правила существуют для того, чтобы делать действия людей предсказуемыми, облегчать жизнь людей. А правила, которые осложняют жизнь людей, они нафиг никому не нужны. На этом все. До свидания. Услышимся через неделю. Это не альбатурм. То, что вы говорите. Люди не должны помнить все это наизусть. У вас все это должно быть нарисовано на... Я ездила, простите меня, солнце моё. Вот вы, я не знаю, где стояли. Я ездила, объездила на машине, я ездила в весь мир. Нету страны, по-моему, уже, в которой я не езжу. Такого безобразия, как в России нет нигде. Такого безобразного организации движения. Отсутствие знаков. Ну, расправительство. И так далее. Тут уже... Вы же это защищаете-то. А у нас оплеванное правительство, у вас оплеванное даже суды. Да. Что вы хотите? Если я дошел до Верховного суда, и результата никакого, я узнал за 12 лет работы в ДПС, что, оказывается, инспектор ДПС это экспериментальная должность. Нету такой государственной должности. Вот. И то, что, оказывается, чтобы быть инспектором ДПС, надо быть офицером. А инспектор ДПС это тот же... Не даю сказать. Это слабо обрежет все коррупционные для всего. Не должна быть система... Марковна, с вашего разрешения. Вы пацаны, чтобы ко мне обращаться, Евгения. Не должны быть системы отбора прав. Это абсурд какой-то. Сделать... Так, пленочка.